Давайте первый, да. Давайте первый вопрос. Да. Как раз по поводу того, какой же самый эффективный метод изучения страны кинстов, или все это вещи довольно относительные для каждого человека, а не... Скажите, когда он может. Может, да? Значит, я думаю, что самые интересные методы современные связаны с включением правого полушария. Это то полушарие, которое занимается новыми языковыми данными, неродным языком. Поэтому желательно его активизировать. Мне кажется, хорошим способом, который, кажется, в Болгарии был впервые изобретен, это соединение музыки с текстами на иностранном языке и на родном языке. Значит, по идее, нужно послушать небольшой музыкальный отрывок хорошего композитора, ну, в зависимости от ваших вкусов, да? Ну, одно время был популярен Вивальде, скажем, или Моцарт, как хотите. Послушайте немножко музыки, настроитесь на эту волну, и после этого послушайте текст, записанный с хорошим произношением на иностранном языке, и потом перевод этого текста на родной язык. Можно это несколько раз повторить, но недолго. Это способ расширить ваши слова, расширить знания языка. Я думаю, что это довольно продуктивный способ. В случае он опробован и дает хороший результат. Вот это я советую. При изучении нескольких языков как лучше поступать? Последовательно, параллельно? Я думаю, что лучше последовательно. Мне кажется, что лучше выучить один-два языка более основательно, а потом уже владевать следующими языками. Знания некоторых языков позволяют изучить следующие, поэтому надо их в определенной последовательности изучать. Скажем, хорошо изучить французский, потом испанский, итальянский, понимая, как они связаны друг с другом, или изучить, скажем, английский, потом немецкий и шведский, тоже понимая. Не надо изучать их беспорядочно. Лучше пытаться с помощью учителя в одном языке найти опору на другой. Один мой друг, который быстро выучил шведский, мне объяснял, он хорошо знал немецкий, он для каждого шведского слова мысленно сразу подставлял немецкий правопорост. Это ему помогло очень быстро выучить. Я думаю, что такой метод очень полезен. Спасибо. И тогда по поводу интереса иностранных граждан вообще в русской полиции, в русской литературе, в русском языке. Знаете, я думаю, что это в разное время объясняется разными причинами. Во время Холодной войны, конечно, интерес отчасти был вызван тем, что было обострение отношений, и Россию изучали как сильного врага. И в это время изучение России в Америке было поставлено неплохо. Потом было некоторое такое разочарование, уже когда мы перестали быть страшными врагами. Не так нами интересовались. Но, тем не менее, меня, скажем, звали в один большой техасский университет на конференцию, связанную с Россией, потому что они много интересовались русской нефтью. Поэтому нефтяников своих готовили со знанием русского языка. Но в последнее время, я думаю, опять усиливается интерес к России, поскольку Россия очень перспективная страна, и думают, что к середине 21 века она будет среди, может быть, пяти основных стран мира. Поэтому сейчас снова начинают. Но я думаю, что пик в исследовании русского языка, русской культуры наступит, когда мы начнем приближаться к нашему будущему положению одной из главных стран, рядом с Китаем, Индией, Бразилией. Нам это предсказывают, что мы как бы заменим Америку и Европу вместе взятыми. Будем готовы к этому. Спасибо вам большое. С юбилеем вам крепкого здоровья. Долгий день.